Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня у нас крайне необычное обзорное видео. Мы будем с вами разбирать, что же находится в аптечке неотложной помощи из 1980 года. Партнер выпуска Минздрав СССР. Официальный аромат выпуска Духи Красная Москва за рубль 32. Идея этого выпуска пришла к нам неожиданно. Во время выполнения минеральной уборки на участке в доме моего дедушки, мы обнаружили несколько таких загадочных артефактов стариной, скажем так, а именно его медицинские запасы. Дедушка мой работал на протяжении очень многих лет в колхозе, трактористом, механизатором. Я не очень разбираюсь в терминах, но в конце концов в результате своей работы он получил несколько госнаград, в том числе Орден Трудового Красного Знамени, что очень круто. И одно из таких побочных дел, которые они выполняли, это выполнение различных манипуляций по удобрению полей. И когда люди, трактористы, выходили на поля и работали с всякими химикатами, им выдавали всевозможные медицинские наборы. Конечно, их выдавали и остальным тоже, и мы в видео покажем такую более простую, более сложную версию. Ну, в общем, слава богу, дедушка мой благополучно дожил до этих дней, а это значит, что медицинские наборы остались в большинстве в своем случае нетронутые. И они так вот пролежали очень долго. Сейчас мы их извлекли, обмыли, посмотрели внимательно и поняли, что тут есть много чего интересного, чего можно было бы рассказать, показать и чем хотелось бы с вами поделиться. Итак, посмотрим. Итак, что нам удалось найти? Хвастаюсь, будем делать этот обзор вдвоем, потому что всяких много предметов. Нам помогают, во-первых, вот эти прекрасные памятки, которые тоже прямо из того же времени. Они ссылаются к действующим указам от 78-го года до 80-го года. И в них написано, и что находится в аптечках, и для чего оно. То есть есть инструкции, и мы будем, в общем-то, к ним регулярно обращаться. Это очень здорово, потому что у трактористов не было медицинского образования. Тем не менее, препараты, которые находятся здесь в аптечке, они гораздо сложнее, чем то, к чему мы привыкли сейчас в наших аптечках. Вы видите, здесь так и небольшие краткие названия и описания, как это использовать. Ну, действительно, прям такое крутое руководство в действии. В случае особенно неотложном, это очень помогает. И заметьте сразу, что здесь указаны даже ГОСТы, по которым выпускаются эти препараты. Это просто невероятно. Федер, не знаю, кому-нибудь нужно это или нет, но приятно, что есть. Так, самое главное. Две версии, сейчас пока внешне она видит. Значит, есть аптечка вот такая, в картонной коробке. На ней тоже есть вот этот перечень. К сожалению, он не особенно сохранился. И дальше она открывается и содержит в себе всякого сего много. Но мы сейчас будем это рассматривать на другой, на кожзамовой аптечке. Есть еще вот такая штука. Короб для стеклянных шприцов. Стерилизатор. Да, и стерилизатор. Вообще нужно сюда заливать воду, ставить на какой-нибудь там огонь на плиту, например, чтобы это все кипело, выкипало и уже стерилизовалось в таком условии. Ну, или можно поместить его в автоклав. Ну, вряд ли где-то в колхозе есть автоклав, да? Вот здесь печать, штамп 1974 год. То есть представьте, да, во сколько старше она наших обычных зрителей, да? Надеюсь, что старше. И нас самих, да. Вот такой вот шприц, значит, ну, не прям, чтобы все сильно подходило. Иголка, естественно, многоразовая. Она вот в таком вот, не по-моему, слове, чехле. Да, смотрится неплохо, недурственно. К сожалению, не скажу, что стеклянные шприцы совсем ушли из нашего обихода. И вот можно встретить в самых неожиданных, казалось бы, местах. Не будем называть каких, но мы в них работаем. Вот есть такой стеклянный поршень, есть такой вот железный. Ну, и, в общем-то, вот так вот они все хранились, да, так они и стерилизуются, и хранятся вот в таком специальном железном стерилизаторе. Ну, безусловно, новый он без вот этих вот штрапинок, ну, не суть. Вот. Ну, просто покажем, чтобы люди боялись. Старое советское климо. Но, опять же, это для промывания не только того, чего вы подумали. Это используется для промывания ушей, для промывания глаз. То есть, в принципе, любой раствор можно сюда залить и, в общем-то, его подавать под напором. И таким образом лечится отравление. То есть, опять же, мы говорим про такую военно-полевую токсикологию. Здесь имеет значение, чтобы мы могли специальными растворами промывать все опасные места. Если вам это о чем-то скажет, это клизма номер восемь, куда делись все остальные семьи, не умолчите. Интересно, это размер или что, или цвет. Кратность применения. В общем, изделие номер восемь, да. И перейдем к главной, наверное, аптечке. Стороночку. Вы видите, этот супер дизайн, да? Кожзам. Дизайн, правда, хороший. Здесь есть замочек, то есть, прям вот, все очень красиво, классно. Может храниться, в принципе, в каком-нибудь специальном месте. Ручка для переноски. Ну, действительно, очень здорово. Прям, прям, действительно классно. На самом деле, мы пользуемся. Ну, такой, я лично такой пользуюсь, да. То есть, их несколько, да, за разные поколения, разные годы выдавали. И они все сохранились. И одна из них самая красивая. Она у меня играет роль автомобильной аптечки. И она совершенно прекрасна. Там они в разных расцветках, но всегда вот, плюс, минус, так выглядит. Вот, считается, что версия подороже. Это вот кожзамовая. Она там, судя по инструкции, в 500 рублей стоила по тем деньгам. Вот. А более дешевая версия, вот такая картонная. Ну, будем смотреть на более дорогую, потому что мы можем. Да. Это обозревание хай-энд сегмента. Да, да, да. Это так, для серьезных людей, которые любят серьезные раны. Открываем. Первое, что бросается в глаза, вот этот жгут. Он старый. Сколько лет прошло. Он выглядит все так же. Я могу метнуться до нашей аптечки и достать новый, но поверьте, он выглядит совершенно один в один, да? Здесь печать производителя. Да, есть печать, которая обозначает, что он, в общем-то, старый. Старый советский год. Вот 87-й этого жгута, то есть он, в общем-то, старше нас. Он уже не очень сильно гнется. Я думаю, что накладывать его это себе дороже, но, тем не менее, внешний вид его сохранился. Выглядит отлично. А сразу немного я тоже вот проникнул в кармашек. Разные памятки тоже о том, во-первых, опись, что здесь находится у нас, опять же, с указанием всех ГОСТов, ТУ и всех остальных условий производства. Естественно, краткая памятка о том, как использовать данные препараты. Сейчас мы будем читать тоже, потому что некоторые из них, я вас уверяю, удивят и закореневают. А, вот, ценник тот самый, да? Разные варианты и комплектации этих аптечек с разными ценами. Вот у нас жгутом кровоостанавливающим. 6, 6, 7, 6, да. 6, 6, да. 6 рублей – это приличные деньги. Ничего себе. Ну, опять же, в колхозе это выдавалось бесплатно? Да, обязательно. Никто этого не покупал. Это все выдается на трактор, на человека. Вот правила использования. Здесь перечисляются. Ну, на самом деле, классно. Все доступно. Сделано для людей, как говорили раньше. Так, это мы спрячем для сохранности. А вот памяткой мы будем пользоваться, чтобы уезжать у вас различными назначениями. Уберу дублирующий. Так, ну что ж. Давайте углубляться. Уже наполняет все. Вы этого не можете понять. Такой вот старый запах старых лекарств. Это все уже есть. Что-то в эту аптечку могло бы опасть позже. То есть, я не гарантирую, что это все оригинальные комплектации. Но, в соответствии с памяткой мы ее приводили. То есть, ну, вполне вероятно, что плюс-минус вот так вот оно выглядит. Значит, пластиковый стаканчик мерный для таблеток. Он, в принципе, не особенно изменился сейчас. При этом здесь написано даже вот там одна чайная, одна десертная, одна столовая ложка. Сколько это равняется? Да, можно наливать жидкость. Да, и, в общем-то, любой хозяйке поможет. А если вдруг не таблетки, то хотя бы в приготовке может пригодиться. Так, есть еще вот такая классная вещь. Да, назначение ее мы расскажем чуть попозже. Это самое главное, да? Почему? Интрига. Потому что она используется для применения маяка. А, в этом смысле. Ну, не только. Почему? Есть еще трактовка, при которой это же называется глазной ванночкой, между прочим. То есть, когда промывают глаза, видите, она вот такой формы, похожая на глаз. Не знаю, что острое стекло. Я не знаю, можно не удалить ли глаз с печальной привлечений. Когда мы наливаем всякое туда, раствор, которым промываем, здесь об этом сказано, мы можем его прислонить так вот к глазу плотно, и это вот его промывают. Так что вот, крутяк. Да, ну и аммиак ее тоже применять можно, до этого мы дойдем. Так, сразу давай мы, наверное, вынем вот эти все бинты, салфетки стерильные. Это прикосновение советской эпохи, поскольку именно качество изготовления этих марлевых изделий просто на какой-то невозможной высоте. Вот здесь написано, дата изготовления 63-й год. Вот, ну, опять же, да, мы оговорились, и 65-й. Скорее всего, где-то они были произведены на заводах, на складах, вернее, хранились. Вот, и попали уже в эти аптечки, будучи произведенными, отлежавшие свой срок большой довольно-таки. Но, опять же, срок их годности позволял их использовать. Вот, тут немножко вскрыто, да? Вскрыто, да. Достанем, да, наверное, одну салфетку, посмотрим. Почему-то есть ощущение, что они сейчас прекрасно бы работали, если были бы герметично упакованы. Ну, скажу так, мой армейский опыт показал... Давай, наверное, ты. Когда я проходил службу в рядах Российской Армии, мы использовали и применяли еще индивидуальные перевязочные пакеты, которые производились в советское время. Поскольку их там срок хранения порядка 50 лет, мы их раскрывали, использовали. Да, некоторые уже были нестерильными. Вот, мы нарезали, делали из них разный перевязочный материал для, собственно, процедурного кабинета, для перевязочного. Вот. И качество именно изготовления, то, что они не рассыпались в руках, то, что нитки эти не лезли, как у современных марлевых изделий. Меня, честно говоря, поражало. Неужели сейчас утратились какие-то тонкости этого процесса или что? Ты посмотри, как она хороша. Вот, да. Это 65-й... Да, 63-й год. 63-й год. Я думаю, старше процентов 90, ну, не 90, но 70 нашей аудитории. Практически 60 лет этой марлевой салфетки. Вы посмотрите, никаких ниток не торчит. Все идеально, все ровненько, ну, просто невероятно. И плотность, на самом деле, очень бросается в глаза, да. Вот мы сейчас разворачиваем один слой, вот кладу под нее руку, и она практически непрозрачная. Я думаю, такого невозможно добиться в современных наших аналогах. Ну, видимо, это, знаешь, рецепты древних магистров. Ну, вопрос там, насколько необходима именно такая плотность, но то, что такое качество было, это очень здорово. И здесь их плотно, ну, это я уже вряд ли смогу туда застануть, они слишком плотно упиканы, вот, может быть, вам будет видно. Ну, в общем, круто. Такое вот оно есть. Невероятно. А, кстати, здесь написано, ниткой разорвите оболочку. Здесь шнур прикреплен, ну, вот здесь вот он видит. И при его взрывании, да, он на две части раскалывается и вынимается, каждая половина. Вот он шнур здесь. Так, сразу все бинты, раз уж мы пронесли. А, вот пакет перевязочный. Это как раз пакет, который с такой расплотным пролезиненным слоем, который нужен для окклюзионных повязок, например. Ну, в общем, да, все бинты. Бинты пока выложим. Бинты нам больше не нужны. Будем... Еще вот обратим внимание на трубчатый бинт. Сейчас уж как-то... Почему-то не так часто встречается. Ну, да, да. Это довольно такое уже редкое. Да. Хотя, в принципе, дело неплохое. То есть, как удержание перевязочного материала очень классное. То есть, можно приклеить, там, залепить рану. И сверху вот эту вот сеточку на нее надеть. На пальцы очень удобно, да, чтобы не соскакивало время там каких-то дальнейших работ. Да, ну, сохраним его на будущее. Да. Тут вот еще есть для детей размер, соответственно, тут поменьше. Везде указано условия его хранения. Там вот все. Ну, в общем, как в современном мире практически. Так, пластырь Воронежского завода за 5 копеек. 70. Нет, про 87-й год. 87-й год. Это по-современнее, конечно. Вот здесь он вскрыт давай. Здесь открою. Давай. Немножко о том, что-то уже сыпется. Пески временем какие-то. Ну, открывай, ладно, чего оберечь. Нет, он даже полиэтиленом прикрыт. Знаете, это уже такое довольно современное. Отлепить, наверное, сейчас мы его уже не сможем. Он настолько... Ну да, закис уже так приличный. Ну, он уже не является стерильным. Да. Ну, липнет все еще хорошо, хочу сказать. Даже спустя многое время. Принципиально не отличается от тех, которые сейчас есть. Да. Ну, только вот бактерицидный слой сейчас пропитывают бриллиантовой зеленью, да? Чаще. 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 Так, ну, движемся к более сложным изделиям. Хотя, единственное, что сделаем остановку, наверное. Вот это вряд ли из этой аптечки. Вазелин. Такой интересный. Какой-то сейчас проверил. Волочке. Вот. Он, насколько я понимаю, использовался широко. И помимо медицинского назначения, там можно было губы смочить, чтобы они не заветривались. То есть, в общем-то, не... Я уже открывал. Первый раз он плохо открылся. Сейчас он уже такой. Тоже при помощи газового ключа, да? Откручивал. Казалось бы, вазелин нужен для легкости, но вазелин в плитуре получается. Да, сначала нужно открыть. Так, ну, лекарственное средство. Начнем. Да. Так, в общем... Альфрия, гидрокарбонат. Ты показываешь, я читаю, зачем он применялся. 4 копейки он стоил. Делал его Лубинский химфармзавод. Не был, к сожалению, не знаю, что это. Так, в общем, нам здесь рекомендуют его принимать при изжоге на кончике ножа на прием. На кончике ножа. А также для полоскания горла при ларингите. Половина чайной ложки на стакан теплой воды. Вот так вот. Хотя, казалось бы, что в этом не отложенного и зачем от этого нужно какое-то средство. Ну, да. Ну, опять же, работаешь на тракторе, работаешь, думаешь вот только об изжоге своей. И вот внезапно здесь берешь, скрываешь, достаешь нож, на его кончике принимаешь и продолжаешь. Почему бы и нет. Ну, сейчас как антоцит натрий-гидрокабанат уже, конечно, не используется. Ну, а для полоскания... Не, ну, как в быту народ-то пьет соду. То есть, хоть и не рекомендуется официально делать. Так, следующий порошочек. Это борная кислота. Ну, здесь уже поинтереснее будет. Тут описание будет сейчас чуть побольше. Так, применяется для полоскания рта, зева, промывания глаз. Одну чайную ложку кислоты растворяется в стакане теплой воды. Ну, что ж, антисептик. А можно ли в уши ее закапывать? Борную кислоту? Ну, наверное, да. Что же такое? То, что мы с детства знаем, что ее заливают в уши. Вот. Цена 3 копейки. Ну, в общем. Надеюсь, работает она лучше, чем она. Очень интересная форма хранения таблеток. То есть, такой чистопоходный вариант. Видно, что их много-то не надо. Оттуда что-то сыпется. Вероятно, таблетки не очень пережили время. Таблетки Бесолол называются. 6 таблеток. Сейчас вот. Камера, надеюсь, сфокусируется. Вот. 6 таблеток. Да, мы будем читать. Болеутоляющее действие при заболевании брюшной полости, а также некоторое обеззараживающее действие на кишечную флору. Вот так вот. Принимают по одной таблетке 3 раза в день. Обезболивающее и обеззараживающее. Да, да. Ну, собственно, при кишечных каких-то расстройствах. При остром заболевании органов брюшной полости необходимо обратиться к врачу, так как самостоятельный прием таблеток может смазать клиническую картину болезни. Ну, очень классно. Очень храмотно. Сейчас мы от этого отошли, это рекомендации про прием лекарств. Сейчас, в принципе, это не запрещено. Ну, вот. Такое. Очень интересно. Так, ну что, спасатель всех советских семей Валидол. Вот в таком вот стеклянном железном флаконе. Так, ну тут описание очень лаконичное. При острых болях в области сердца таблетку кладут под язык. То же самое написано и здесь. Таблетку кладут под язык и держать ее до полного рассасывания. 10 таблеток. Да. Ну, кстати, такая прям. Прям пробить можно что-нибудь. Ну, как раз, чтобы в карман себе кидать, в принципе, даже носить они в аптечке. Так, таких тут несколько. Возможно, они с разных аптечек просуммировались. Ну, вот тут немножко разный дизайн. Вот, например, 1984 год. Делали Валидол вот таких красных цветов. Более стильный. Да. Ну, почему? А 85-й вот таких желтых цветов. О вкусах не спорят. Друзья, пишите, какой Валидол выбрать, почитаете. Да. Вот сейчас, как по косплее, матрица немножко. Выбери красную, выбери желтую. Собственно, внутри такая вот бумажная упаковочка. Вот. Ну, на самом деле, мне это напоминает оскорбинку. Знаешь, вторая такая тоже была. Да, да, да. Ну, ладно. Пробовал я Валидол на вкус. Ну, как мятный. Вот. Все нормально. Так, корвалол, друг Валидола. Да. Он немножко... Я так понимаю, что он пострадал, потому что внутри уже ничего нет. Сейчас какие-то остальные какого-то порошка. Так. Наверное, он из какой-то другой. Потому что здесь только Валидол указан для боли в сердце. Но, опять же, применение его сходно, я думаю. Как средство для отвлекающего обезболивания сердца при различных приступах стенокардии. Единственное, в чем его суть, его прикол, это наличие в его составе. Я надеюсь, сейчас мы это найдем. Есть. Да. Ну, тут из валериановой кислоты. Натрий едкий. Мятоперечный. Ну, и самое главное, фенобарбитал. Вот, собственно. Собственно, поэтому там ничего и нет в пузырьке. Да. У меня есть вопросы к моим родственникам. Очень серьезная проблема. Кто съел корвалол. Фенобарбиталовых наркоманов, так называют бабушек, которые пристращаются к корвалолам и различным вот этим вот средствам, содержащим фенобарбитал. Фенобарбитал – это барбитурат, обладает успокаивающим и снотворным действием. Ну, в общем, зависимость от него тоже есть. Так, наш следующий герой – унгентум ациди борицы. По-русски мазь борная, 5-процентная. Это 90-й год. Это, в общем-то, молодая штучка. Она практически наша ровесница. Да. Но остается немножко старше. Как же ее использовать? Применяет при смягчении кожи, оказывает антисептическое действие. Ну, собственно, приятно. Да, но она такая вязкая довольно-таки еще, слушаю, не высохла. Так, кальция. Вот это, помню, что мы с тобой смотрели. Сейчас. Калия перманганат. Сложно. Это перманганат. Кальций. Кальций. Это да, кальций. Точно кальций. Ну да, кальций. Ну, принципиально, главное, что это перманганат. Применяют наружно в водных растворах для промывания ран, полоскания рта и горла. Раствор розового цвета. Ну, интересно. Ну, есть там, в другой аптечке тоже были вот именно порошок сам. Здесь оно вот в виде таблеток почему-то. Ну, собственно, такая бытовая марганцовка, да, вот, какая соль там уже не суть важна, но, опять же, разводится да применяется. Все в детстве в любом случае плавали в марганцовых ванночках. Надеюсь, ваши родители знали, как ее используют. Вот, собственно, один из примеров советской эпохи. Так, еще немножечко таблеток. Так, амидоперина и анальгина таблетки. Шесть таблеток. Такое ощущение, что нам нужно угадать, какая у них амидоперина, какая анальгина. Вот, ну, на самом деле это одна химическая структура, да, производная амидоперина, он и анальгин, метамизол натрия, производная амидоперина. Очень было прорывное лекарственное средство в советской эпохе. Вот сейчас мы прочитаем. Жаропонижающее, болеутоляющее, противовоспалительное средство. Применяют при болях различного происхождения головные, невралгии, лихорадочных состояний, гриппе, по одной таблетке 2-3 раза в день. Вот амидоперин, его была проблема в том, что у детей он вызывал РЕН-синдром, вызывал поражение почек, поэтому его очень быстро запретили на рынке. Вот, амидоперин, ну, опять же, он был прорывным в том плане, что очень мощным, вот этим жаропонижающим эффектом он обладал. Ну, опять же, эффекты его никуда не делся, мы используем аналоги этих препаратов сейчас постоянно. В общем-то, слово анальгин, оно совершенно не ушло из обихода. Так, сульфацил, натрий, следующий наш герой. Тюбик, капельница, так называемая. Даже поднесем поближе. Вот их две, одна почему-то использована, не знаю, что случилось. Ну, опять же, это средство закапывает в глаза для того, чтобы обеззаразить при каких-то воспалениях. Ну, ты знаешь, в описании здесь я его не вижу. Ну, может быть, он попал, да, и в другой. Ну, то есть, это для промывания глаз, в общем-то, вот такая удобная разовая упаковка, сразу вылил и забыл. Вот одна еще не использована, единственное, что вряд ли она вот такого цвета должна быть. То есть, вообще, она прозрачная. Да, скорее всего, уже ушло слишком много времени. Но это и логично, потому что, к сожалению, даже год, срок годности до 88-го года немножко. Передержали, как говорится. Ну, ничего страшного, мы глаза не планировали пачкать. Так, это мусор. Напалечник резиновый. Ну, собственно, не знаю отсюда он или нет, но, скорее всего, нет. Вот, ну, сейчас мы посмотрим, что любые ситуации. Напалечник резиновый, да, есть. Есть, да, все по ГОСТу, да, как положено. Ну, в принципе, так-то логично его наличие здесь. Так, и мы добираемся до дна укладки, но не в этом смысле. Солюция аммонии или раствор аммиака в ампулах. Значит, здесь почему-то практически все ампулы поели. Я надеюсь, их использовали когда-нибудь в хозяйство. Так, в общем, естественно, написание очень интересное. Применяют как раздражающее кожу и отвлекающее средство для вдыхания при обмороке, угаре. Ну, это логично, да? Вот мы тоже на канале про это рассказывали. Но самое главное здесь указано. При опьянении 5-10 капель в рюмке воды. Если что-то в какой-то момент даже захотелось попробовать, я думаю, что не стоит. Но опять же, вот эта рюмка, та самая ванночка для глаз, может применяться и в том числе для того, чтобы аммиак. Из одной рюмки хлопнул, из другого аммиак и как новенький. Мне кажется, это легкий способ бросить пить, если человек будет забивать каждый раз аммиак. Мы проводили опрос у себя в группе, и там несколько недель назад, наверное, это было. И там, в принципе, ну, понятно, что самый очевидный ответ обморок, да, его угадали очень много кто. Но, в принципе, и про отравление угарным газом говорили, и про опьянение тоже много народа узнало. То есть мы пока не знаем, прикалывались они или они это правда знали, но вот, в общем-то, вот правильный ответ. Используется при обмороке, угаре и алкогольном опьянении. Что, в принципе, может быть одним и тем же состоянием. Так, есть еще один вот такой вариант более дешевый, который уже без кожзамого чехла, который из картона. Выглядим, чего в нем есть. Так, ну что, тоже они местами такие скомбинированные аптечки, поэтому, может быть, не совсем аутентично все. Тут тоже есть вот список. Он, к сожалению, сохранился не очень хорошо. Что первое бросается нам до глаза. Это невероятно крутые упаковки для ацетилсалициловой кислоты. А, развалилось. Ой, не стой. Да, веяние времени чувствуется. Да и тут тоже лопнуло уже вдоль. Так, давайте почитаем, какого года выпуска. Так, что-то здесь такое. К сожалению, я не вижу. Но, видимо, свободности не ограничено. Поэтому можно использовать и сейчас. Вот такая вот ацетилсалициловая кислота. Желтенькая, красивенькая. В предыдущей аптечке мы тоже уже сталкивались с ней. Ну и также вот с такими вот... Такие же для картонки. Опять же... Это амидопирин анальгин. Ну, собственно, противовоспалительное и обезболивающее средство. Так, и еще такие же варианты. Тот же аспирин. Ну, вот в таких вот картонных упаковочках. 83-й год. Таблетки по 0,5 грамм запакованные. Так, и еще один аспирин. Бинт эластичный, трубчатый. Это нужно, если необходимо зафиксировать повязку какую-то там на пальце. Где-нибудь еще. Сейчас, кстати, не часто встречается. По-моему, как от них отошли. А зря любопытная вещь. Вышла из моды. Ну, на самом деле, позволяет и дышать повязки. И испарять там влагу лишнюю. Ну, вот. Это разные номера. Собственно, они по длине разные. Они примеряются по месту, отрезаются. То есть, диаметр отличается уже в зависимости от номера. Так что, да, интересные штуки. Цена 15 копеек. Между прочим. Вот. А это, по-любому, сделано, знаешь, из старой велосипедной шины. Да, кстати, легко она по диаметру вон подходит. Да, как раз они нарезались, чтобы хозяйство использовалось. Все для фронта, все для победы. Девиз 87-го года. Так, поговорим. По-моему, мы не обсуждали, да, чего у нас не хватает здесь. Да. В наших аптечках. Вот, вернемся к перечню, который мы уже освещали, в котором все-все-все написано. Так, у нас здесь не хватает таблеток от кашля, по-моему. Да, мы не видели их. Ну, да. В принципе, сейчас они тоже производятся, таблетки от кашля. Это экстракт травы термопсиса. В общем, нормальное средство, которое стимулирует отхождение мокроты и от харкини. Поэтому можно использовать. Ну, я лично пользуюсь, если честно. Я думаю, что из наших подписчиков тоже многие пользуются. Вот, что тут. Нас еще немножко смущало отсутствие антисептиков. Ну, хотя по перечню, вот йод, спиртовая настойка имеется, да. Но, опять же, йод довольно-таки агрессивен. Поэтому надо стараться его в рану не лить. Вот, аккуратно только края обрабатывать кожу от заражения. А вот, например, той же перекиси. Странно, почему нет, да? Может, это срок угодности. Может быть, это проблема. Отрадно, что нету здесь в списке этилового спирта и его препаратов. Потому что, казалось бы, да, его антисептические свойства очень хорошие. Но в условиях полевой жизни мало ли что могло с ним случиться. Вот. И, в общем-то, от него было решено отказаться. И от других спиртов тоже. Потому что там тот же изопропиловый, да, спирт, который мы сейчас используем в антисептиках. Тут его тоже нету. Потому что, мало ли что, не все одинаково умные люди, да. И могли его использовать не по назначению. И это бы потребовало усердных медицинских усилий. А потом еще и раствор аммиака внутрь приема. Обязательно. Это на закусь. Вот. И еще вот тоже написано, что допускается вкладывать термометр в стеклянный футляре. Тоже непонятно допускается. Это типа, если захотелось. Если у вас завалялся где-то термометр, вы можете его вложить сюда. Так. Ну, про хранение аптечки мы уже обсуждали, насколько я помню. Вот. В принципе, как-то так у нас и получается. Вот. Ну, обращаем ваше внимание, что все-таки аптечка для первой помощи. Поэтому каких-то сложных средств здесь нет. Там антибиотиков каких-то. Ну, скажем так, которые требуют специального назначения. Почему нет? Для глаз вот этот раствор же там, по-моему, был. Это не то, это не то. Но опять же, первая помощь та и первая помощь наша сильно отличаются. Потому что список лекарств совершенно внушительный. Сейчас этого мы не используем. Вот. Чего не хватило? Ножниц, например. Здесь их почему-то нет. У них нет указания. Хотя порезать одежду, там, порезать бинты, это совершенно логично. Трубчатый. Здесь такого нет. Обязательно разрезать. Ну, самое главное, что нам на помощь придет спонсор сегодняшнего выпуска. Если у вас отсутствует спирт, духи «Красная Москва» позволят избавить вас от любой заразы. Отличный тест на ковид для всей семьи. Всем рекомендуем. «Красная Москва». Жалко, что нам не заплатят. Боюсь, тот завод уже. Тогда не знали, что такое рекламная иммиграция. Опять же, осталось до сих пор загадкой, куда делись все остальные номера «Клизм». Все-таки номер 8, где предыдущие 7. Вот. Ну, видимо. Где-где пострадавших. Да, возможно. Тоже, пожалуй, на этом все. Завершаем наш обзор. Такая у нас большая получилась коллекция, экскурс в историю. Конечно же, есть еще много всяких разных крутых ретро-мегицинских изделий и препаратов. Будем рады вашим рассказам или, может быть, фотографиям, которые можете прислать к нам в группу ВКонтакте. И мы продолжим тему, если будет достаточно контента, и расскажем о том, что есть у подписчиков наших. Пишите комментарии. Пользовались ли вы какими-нибудь из этих средств? Знали ли вы про то, что аммиак можно принимать внутрь? Мы, например, не... Принимали ли. Да, принимали ли. Был ли повод к приему? Ну, как сейчас говорит молодежная аудитория интернета, 100 тысяч лайков и мы примем аммиак. Но здесь мы, я думаю, ничем не рискуем. Если это аммиак, то в нем уже не осталось аммиак. Я думаю, он хорош по-своему. Все, до новых встреч. До новых встреч, до свидания. Пока-пока.